В общем, ребятушки, привет! И сегодня вот такое вот интересное видео на фоне грузовика. Я записываю такой ролик для того, чтобы понять и себе, и вам, чтобы показать, как работает беспроводной комплект для записи, например, интервью, либо каких-то вот обзоров, например, в данном случае, как я на улице нахожусь, и сделаем, например, обзор автомобиля. Да, у вас два ведущих и есть один оператор. У вас, соответственно, имеется комплект Debra DV-02, в котором есть два передатчика, один приемник, соответственно, два микрофона. И вы можете подключать этот комплект как к своему DLSL-R-фотоаппарату, например, или камере, так можете подключать и, например, к мобильному телефону, у которого есть вход 3,5 миллиметра. Для этого в комплекте имеется один кабель для подключения и другой кабель для подключения. Также есть еще необходимые другие кабели для подключения. Весь комплект работает на обычных батарейках формата 2А, ну, либо, соответственно, если вам необходимо, можете взять аккумуляторы, если они у вас есть. Сейчас у меня микрофон подключен и пишется. Вот он, так выглядит вот этот передатчик. Вот он, микрофон. Он у меня аккуратно в кармашке лежит, ничего не мешает. И, соответственно, если было бы нас два ведущих, например, как в программе «Большой тест-драйв», то, соответственно, оператор бы писал куда-то там на один из фотоаппаратов, потом этот весь звук сводится и получается классное комфортное звучание, независимо, где вы находитесь. На улице, либо вы находитесь где-то в здании, в квартире и так далее. У вас интервью с дудем, да, либо у вас обзор машины на природе. Надеюсь, что звук сейчас пишется очень классно и могу включить сейчас звук, который пишется с моего телефона. В данном случае, да, я сегодня, блин, представляете, сегодня подготовился, взял с собой фотоаппарат. Все, но только не взял к нему карту памяти, ничего не взял, ни штатив, ни карты памяти. В итоге у меня получилось, что пришлось писать этот ролик на телефон. Ну, на телефон тоже классно пишется, никаких с этим нет проблем. Я потом, ну, и сейчас я, соответственно, включил звук, как идет с телефона на улице. Да, и как, соответственно, сейчас идет звук именно с этой петлички, с радиопетлички на улице, опять же. Надеюсь, что независимо от того, что тут машина сейчас шумит, у нее работает кондиционер, и она громко, да, так шумит достаточно. Сейчас тепло на улице, Санкт-Петербург, лето. Июнь месяц, прямо у нас тут жара, жаришка. Ну, сегодня у нас поменьше немножко, не 27, да, там, ну, где-то около 20. Ну, и ладно, вчера, кстати, прошел праздник Алые Паруса всех выпускников с этим чудесным праздником. И прямой, и крутой дороги вперед, только вперед к высотам знаний и успехов. В общем, думаю, что эта петличка будет работать отлично, видите, и на фоне черной футболки провод не так заметен, да, и никому мешать не будет. Я сейчас сделаю такой небольшой тест, буду отходить подальше и посмотрим, как будет ли меняться вообще звук, будут ли появляться какие-то, не знаю, шумы, помехи и так далее. Сейчас попробуем. Я, видите, нахожусь на стоянке торгового центра, в данном случае торгового центра Плаза на юго-западе. Ну, посмотрим. Давайте сейчас попробую отойти на вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну вот, где-то порядка 10 шагов, таких небольших. Вот так вот это все работает. И уже, конечно, я совсем далеко, но, например, я вот хожу тут, рассказываю, вот такая-то машина, вот такой-то у нее мотор или еще что-то. Или бы у вас двое, вы рассказываете, все очень классно, вас снимает оператор, все довольны. И вот такой звук вы получаете. Такая вот петличка от Debra DV02. Спасибо всем огромное, что посмотрели этот ролик. Обязательно увидимся и всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok